Скрытые дефекты всплывают, когда нет ни денег, ни времени, чтобы их устранить. Это слова норвежского политика и социолога Хернеса Гудмунда. Но говоря о капитальном ремонте жилищного фонда на Брещене, сказать, что не хватает каких-то компонентов из вышеназванных, никак нельзя. И деньги на ремонт есть, и времени более чем предостаточно. А дефекты все же присутствуют. Именно о них, о дефектах в работе, вел разговор и строго спрашивал глава региона Константин Сумар с ответственных за отрасль ЖКХ чиновников. Капитальный ремонт жилых зданий иногда становится камнем преткновения между ЖЭСами и квартиросъемщиками. В настоящее время ремонта в области требует более 3 миллионов метров квадратных жилфонда. Эта цифра должна быть значительно увеличена. Такую задачу перед руководителями поставил глава региона Константин Сумар. По состоянию на 1 января 2013 года из жилфонда, находящегося на обслуживании предприятий ЖКХ, требует капитального ремонта по сроку эксплуатации 3 миллиона 173 тысячи метров квадратных жилья или 27,5 процентов, в том числе по сроку эксплуатации и техническому состоянию 1 миллион 860 тысяч метров квадратных или 16 процентов. Никто не оспаривает тот факт, что капитальный ремонт ведется, но вопрос как качественно и насколько быстро, по каким критериям ставятся дома в очередь на проведение такой непростой для людей процедуры. Ведь часто после проделанного ремонта жалобы растут, как снежный ком. И обоснованы договоренности одни, сроки и качество исполнения совершенно другие. Здесь, конечно, несколько причин. Первое. Можно отнести, что некачественно разрабатывается документация по капитальному ремонту, когда на стадии проектных изысканий и на стадии проектирования не предусматривается полный перечень работ, полный объем работ, который потребуется провести по тому или иному зданию. А что нам мешает? Значит, ну иногда в процессе ремонта возникают дополнительные работы, тут есть и объективная необходимость дополнительных работ. Мы же делаем проектную смертную документацию, исходя уже с обследования этого дома. Вот обследовали, потом начинаем планировать. Ведь очень много нареканий, которые поставили обувь с полком людей именно по объемам капитального ремонта. Поэтому главой региона была поставлена задача сформировать по каждому району планы увеличения капремонтов домов, предусмотреть в бюджете финансирование. Это должно стать самой главной задачей для ЖКХ. Которому почему-то местные власти отдали капремонты бесконтрольно на откуп. Цитата. В настоящее время контроля нет ни за сроками, ни за качеством этих работ. Необходимо в корне изменить подход в этом деле. Есть критерии постановки на очередь домов, и это должно соблюдаться. Первый критерий – это техническое, фактическое состояние. Конечно же, годы постройки, ну и наличие средств для ремонта. Считаю, что три. Но первый все-таки обозначен – техническое состояние жилья. Вот именно, потому что есть финансы, нет, но если там дом будет обваливаться, если там, например, балконы будут обваливаться, есть деньги или нет, то ты в первую очередь должен это все решить. Пока так и поступаем. Невыполнение всех вышеназванных требований, подчеркнул глава контролирующего ведомства Беларуси Александр Якобсон, ведет к дискредитации власти. Поэтому к капитальному ремонту жилищного фонда следует подходить достаточно серьезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.